Время Отца, Сына и Святого Бога, Церковь, Божественная Праздная, День Рождения Святого Рима Отечественного, и мы слышим в Евангелии корочество о том, что многих из сынов Израиля обратили к Господу Богу. И ты, младенец, на вечерстве от того, что у Сына и Дня, и возглавленец перед лицом Господа, приготовить путь ему, дать уразуметь на руку его спасение, прощение и любовь. Иоанн Христиан родился, чтобы проповедовать на берегах Иоанн. Толпы идут к нему, где мать к нему. Мы видели его сплоенными над текущей водой, уносящей всю пыль и грязь, подрухающуюся воду множества народа. Но и с ней, что еще больше, более каинским рамом. Мы видели его, стоящего на экране, нового завета, отрыгаемого кроватью полноты божественной правды, отрезающего встать навстречу источнику этой работы. Но ему не испить от источника Пятидесятицы. Он даже не увидит в этой роде отражение собственного лица, потому что в них божественной красоты, как солнце во слое рядом с ним, он забудет о своей жажды и о том кровотанном расстоянии и его пределах и грузии. И он останется потерянным в несомненном видении того, кого он ждет, о ком он возвещает ее, и кто уже приблизился, чтобы с избытком даровать всем эту воду жизни. Его радость достигает пределы. Но никто больше не обратит на него внимание сам. Он тоже, тем более, не помнит о себе. Самое поразительное в огненной проповеди святого Иоанна Критича. Его молчаливое искреннество Господа. Этот величайший из всех пророков именуется Господом Бейшем в Царстве и Небесном, потому что в жизни будущего вера дар весь, который получит от Господа, меньше из всех, будет несравненно большим, несравненно большим с самым великим Божиим дорог на землю. И потому что посвящающие исполнения Петельчих Господа не сопровождались никакими утешениями, кроме того, как в это время посещение праведными советами и святой тела, а также в день Его рождения и в день Крещения Господа. У Него не было Своего фабора, как у Апостола Петра, ни Своего Третьего Неба, как у Апостола Павла. Он от чьего Матери не вкушал никакого вина, и тем более Духа Святого, Который был опьянен все чайные Царства Небесного. Он любил Господа Иисуса Христа не меньше другого Иоанна, Апостола. Но Апостол Иоанн, богатство, ищая в Утешении, склонил свою голову на Духовское упорядство на Учитель. А святой Иоанн, Иисус Христиан, мог только вочтение Матери приветствовать Господа. И только одна за все время своего служения сподобился неизвечебная радость поднять воду на Небу. Даду, будучи пророком Апостоле и увлечением, и покаянием, и течествовал у вас Небесного и Христа. Однако, и у вас не было обращен к Небесному и Небесному и Христиану. Суровость и решение жизни и течи – это неумолимая пустыня, которая была единственным местом его олимпиадщика. Потрясающе, в мире того, как мы начинаем достигать ее раскаленность и окромность. Святые отцы говорят, что надо быть Богом, чтобы рассмыслить такую судьбу, чтобы предварить такую судьбу человечества, чтобы сметь требовать от Него такое предпространение к Нему, такое страдание до того, как благоправная память в крестных страданиях Христа может растворить их светом, осветить им ночь. Ему предстоит, особенно после заключения в деминии и в деминии узнать, что такое благострадование и общаться к самому страшному страданию предпущего нести. Чем негде человек Богу, тем больше он сподобляется страданию. Предменищим предти в Царство Божие, предти, вызывает Спасителя Христа, или тот кто должен прийти или ждать на Добро Богу. Ему надо было обрести в этом источник сердца доверия Богу и увидеть, что жизнь Его была не напрасна, что Его свидетельство не напрасна, что Бог среди первых приведет и поведет через страдание, через гонение, через мучение, через его святых, празднует день Рождества, только Божьи матери и Его больше граждан и жены. Здесь тайны особой глубины. Никто, кроме Пресвятой Игорь, никому так близко связан с воплощением Божьего. Мы предстоим перед безбедной любовью Божьей к этому человеку. Его личность может показаться самой скорбной во всей священной истории. Она Господь свидетельствует. Среди раздельных целей не восставал больше и ам крестителей. Какое страшное и непостижимое величество родящие его с самим Богом, у которого дай мы можем представить, я и хочу сказать понимание, представить, мы не можем представить, каким сиянием Бога и славы окружает мне Господь сверху и благословения. Смиренного пророка Иерусалма, какой радостной наполняет сердце того, что не знал на земле никакой радости. Он не сотворил никакого чуда, но все, что Он говорил в Христе была истина, сказанная при Ивангелем Бетечи. Бетечи проповедовал истину, истину Бога Пресвятой Троицы и истину запреди Бога. и путь к обретению истины покаяния пред Богом. Истина величайшая и чудом, потому что без нее ничего не значат все чудеса. И торжение для рождения человека величайшее чудо, потому что благодаря этому дару Бога празднует истину соединится с Богом. Мы празднуем рождение человека, который родился, чтобы жить и трениров наслужить. Только голос Авица, только голос Станика, только слово Прилечного Бога, ставшего плотью. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok